Уважаемые зауральцы, уважаемые жители города Кургана, хочу сказать, что государственное бюджетное учреждение «Курганская поликлиника номер 2» принимает все возможные меры и силы, и средства для того, чтобы оказывать всем, кто обращается к нам, медицинскую помощь. Конечно, есть у нас проблемы, конечно, есть какие-то технические вопросы, которые мы стараемся максимально оперативно решить в режиме 24 часа, то есть круглосуточно. В жизни каждого человека, в жизни каждого предприятия, субъекта, региона бывают сложные времена. И, конечно, от того, как мы эти сложные времена будем проходить вместе, не только перекладывать и требовать, но все-таки понимать, что мы единая семья, что мы живем в одном городе, мы живем в одном регионе, мы живем в одной стране. Конечно, мы должны друг друга поддерживать. Я прошу, чтобы вы все-таки поддержали наших специалистов, моих коллег, потому что лично для меня мои коллеги, они герои. Они забыли про все свои личные дела, они забыли про свои семьи, они поставили на второй план своих детей, которые кто-то еще не ходит даже в школу, а только ходят в детский сад. Уважаемые земляки, убедительно вас прошу не поддаваться на всяческие провокации, понимать, что мы работаем и отдаем все свои силы. Поверьте, мы жертвуем многим, что только возможно. Поэтому я уверен, что все сложности, все трудности мы преодолеем с вами. Все зависит от нас с вами, от нашей с вами слаженной работы. Поэтому давайте друг к другу относиться бережливо, терпеливо, с уважением и с любовью. Как бы это трудно ни казалось, мы работаем на протяжении всех семи дней. Я начал работу передвижной рентгенологический комплекс на базе автомобиля КАМАЗ «Анатомина-82». Поэтому те пациенты, которые обращаются с жалобами на подъем температуры, кашель, трудности при дыхании, либо заложенность носа «Анатомина-82», они могут пройти незамедлительно рентгенологическое исследование, результаты которого будут известны в этот же день. Незамедлительно. Что позволит нам оперативно решать вопросы. То есть сейчас на советскую 179 можно не приходить. Всю помощь в центре города, у нас в том числе и рентгенологическую, можем мы оказать непосредственно по адресу Томина-82. Конечно, есть определенные затруднения в работе клинико-диагностических лабораторий по мазкам, по ПЦР на COVID-инфекцию. Но я надеюсь, что с вводом новой лаборатории эти вопросы все будут оперативно решены. Поэтому в любом случае, если у вас есть вопросы, пожалуйста, обращайтесь. Есть у нас страница главного врача в социальных сетях. Все ваши обращения, все ваши замечания, все ваши пожелания я лично читаю, я лично их обрабатываю и даю поручения ответственным сотрудникам для того, чтобы связаться с вами. Конечно, у вас есть много вопросов и есть замечания к работе нашего учреждения. Но поверьте мне, все, кто до нас дозванивается, все, кто обращается ко мне лично, по телефону, либо другими средствами связи, мы решаем все вопросы в любое время дня и ночи. Конечно, наши специалисты бьются за каждого пациента. Уважаемые земляки, уважаемые жители города Кургана, прошу вас соблюдать санитарные правила, использовать маски везде, где вы только находитесь. Если вы вышли из дома, если вы уже одели маску, пожалуйста, не снимайте ее ни на улице, ни выйдя из автобуса, ни выйдя из магазина, либо войдя в магазин и ее одев, а потом снять. Все это неблагоприятно влияет и создает дополнительную угрозу для заражения новой коронавирусной инфекцией и другими острыми респираторными заболеваниями. Помните, что маска, она меняется каждые 2-3 часа. Это ваша защита. Лучше ходить постоянно в маске, чем подвергать опасности себя, своих близких, окружающих лиц и оказаться в блоке интенсивной терапии, не дай бог, на искусственной вентиляции легких. Поэтому помните об этом, пожалуйста. Сохраняйте свою жизнь, берегите себя, своих близких людей и, конечно, своих земляков. Продолжение следует...